Дамы и господа, здравствуйте! Мы продолжаем наш замечательный курс. Напоминаю вам, что в этом году, в этом цикле, мы не ставим своей задачей идти именно по недельной главе, поэтому в прошлый раз, кажется, мы разбирали Ноаха. Сегодня мы разбираем главу Вайера, насколько я понимаю, да? Да, Вайера. Из нее мы берем 19-й параграф, и вот он у вас на экране. Тем, кто смотрит нас в записи, тем, кто попал к нам впервые, скажу, что к этому файлу, который я ставлю на Telegram в нашу группу, прилагается еще один файл, который я также ставлю. Это словарь к этому файлу. Те слова, которые я вводил с дилерным фоном, там разобраны. Вот, попутно, значит, я буду в это слово немножко заглядывать. А те слова, на которые я хочу обратить внимание, я для себя просто пометил желтым. Итак, мы начинаем читать. И пришли два ангела. А Малах – это ангел, буквально работник, и Мелаха – того же корня. С дома то же самое, что Ле – с дом. Они пришли в город с дом вечером. А Лот сидит в вратах с дома. Почему он сидел во вратах? Не потому, что он работал шомером, охранником, а потому, что он был избран судьею. А суд заседает в городских воротах. При входе в город находится площадь, где происходят основные события. Вот так оно было. И увидел Лот и встал навстречу им и поклонился. Апайм – это значит до земли. Арца – это значит то же самое. Поклонился или преклонился. Ну, смотрите, как вам будет удобно. Так, прошу Анну продолжать и, соответственно, распределять. Реплики, микрофоны. Анна, прошу вас. Так. Воюмру. 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 Лоа. Ки. Барахов. Налин. Совершенно верно. И сказали, и сказал им, ну, Лот этим путникам. Вот, господа мои, пожалуйста, сверните в дом раба вашего. И переночуете, и как бы ночуете, и омойте ноги ваши. И, и шкам-тэм, ну, встанете, встанете. Это проснулся утром, да. Встанете и пойдете по вашему пути. Да, вашей дорогой. Своим делам. И сказали, нет, на улице заночуем. Совершенно верно. Ла-лин и ла-лун – две формы одного глагола. Разницу мы видим в истории, которую скоро мы будем читать, как Элиезер разговаривал с Ривкой. Да, там есть корень ночевать, провести одну ночь, или остановиться на ночлег на несколько ночей. Ла-лин или на лун. Здесь вроде бы использован корень ночевать один раз. Так, благодарю. Гимел. Гимель, наверное, я. Кровая, я Тимофей, буду рад. Да, Гимель. Ваевцар-бам-меот-ваяс-суру-эляф-ваягоу-эль-бэйто-ваяс-лагэм-миште-у-мацот-афа-ваюхэло. Переводим. Да. Пацар-лифтон. Прошу вас уговаривать. И прошу их очень. Ваевцар-суру согласились. Суру – это вот оно слово. Завернуть, свернуть. Ага. И завернули к нему. И зашли в дом его. Так. И приготовил им миште-питье. Ну, в данном случае миште-питье. Конечно, шоте имеется в виду пир. Пир-миште. Ну, не только питьевное угощение. И мацу. Афа. Афа – это испек. Здесь простое, да, прошедшее время. Ва-йо-хэлло. И кушали. И кушали. И есть комментарии по поводу того, что ангелы вроде бы они не едят. Но написано, что они ели и будучи у Авраама, и будучи у Лота. Имеется в виду, что они выглядели как люди, которые едят. Из этого делается вывод, что веди себя так, как принято в данной местности. То есть, если твоя одежда не соответствует тому, как одевается в этой местности, да, смени ее. И если тут, скажем, молятся так, а не эдак, как ты привык, то, соответственно, делай вид, что ты молишься именно так с ними. Да, примерно так, да. Да, спасибо, Тимофей, все правильно. Далит, наверное… Людмила. 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 Людмила с нами. Точно, она. Я видел ее, да. Людмила, прошу вас. Видимо, у нее опять сегодня, может, с интернетом опять проблемы. Так. Кто-то еще у нас становится в очередь. Слушайте, можно, если вы мне поможете с переводом? Я только начинаю. Я до этого здесь сижу, да. Терем ешкаву в нашей аир, а нашей сдом, и на сабу, аль хабайт, мэ нагар, в ад закан. Закан. Коль а мигцэ. 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 Тут есть несколько сложных слов, что вам досталась. Действительно непростая фраза, да. Слово терем вам известно? Терем – это означает «прежде чем». Ну, до того, как… До того, как, да. Ишкаву. Так, что это прежде чем. Да. Это ложиться спать. Прежде чем легли. Спать, ну, жители города, что ли, можно сказать. Люди города, люди с дома. Так, на сабу. На сабу. Сейчас я посмотрю словарь. Я выписал это слово. Как вы видели? Ну, это «в доме». «В дом», «в дом». На сабу, нет, это окружили. Окружили. Сов, савивон отсюда. Савива. Савив. Савив. Савива, да. Мисавив. Так. То есть они окружили дом. Так, минар – это что? Минар. То есть от края до края. Да, все люди дома. Ну, что ж, у вас замечательно получается. Так что не стесняйтесь, не стесняйтесь. Какие-то слова вы можете не знать, вы имеете полное право. Я подсказываю вам. Да. Я готовлю материал к каждому занятию. Да, все. Все прекрасно. Так. Кто следующий? Людмила, когда вы… Как только у вас будет возможность, да, вы можете в любой момент включить микрофон, да, и сказать, что у вас, что вы можете уже участвовать. Но пока Людмилы нет, пока Людмила не проявилась, тогда, наверное, я, да? Да. Ну, вот у нас… А, Елена у нас не читает? Елена не включила микрофон. Она говорила обычно, что она не хочет читать. Да, да, да. Хорошо, конечно. Конечно, да. И Людмила что-то опять с компьютером. Значит, это вы, да. Эй, это я. И позвали Лота, да, то есть обратились к Лоту и сказали ему. А Е – это то же самое, что где Эйфо, да? Как мы помним, Всевышний спросил. Да, 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 именно это. Да. Гэди, люди, которые пришли к тебе ночью. Го ци – это выведи. А им – это их. Выведи их, Эйлейну, к нам. Вене даутам и узнаем их. Или иногда перевод «и познаем их». Это то, что называется домский грехом. Я видел в этой группе интересный урок по поводу, что такое домский грех. Так, Натан, если ты с нами, да, ты, наверное, скажешь, есть такое или нет. По-моему, я видел. Ссылка была там, что-то такое. Да, что-то такое мелькнуло, да. Ну что же, так, вот такая жуткая история. Ну, обратите внимание, что аналогичный глагол использовано в фразе, что Адам познал жену свою, Еву. Так, Вав. Анна, прошу вас. Так, да, сейчас. Так, Вав. Ветя. Так, еще-то я немножко вбилась, где мы читаем. А, Вав, сейчас. Ветя Вав? Да. Угу. Так, подождите-ка. Да. Вав, конечно. А, это Вав. Чуть-нибудь посмотрю. А, у меня вот какая. А, вот. Ваяца, у меня там приложение. Да, приложение немножко так. Ваяца, алейхим лот. Афетха. Апетха. Апетха. Апетха вэ аделит. Сагар вэ ахараф. Сагар ахараф, все. И вышел к ним лот ко входу. И дверь запер за собой. За собой. Сагар. Петха. От слова петах, это то же самое, что ла петах. Ко входу. Спасибо, Анна. Наверное. Так. Зайн достается Тимофею. Прошу вас. Не причините им зла. Не причините им зла, братья мои. Не причините им зла. Это, конечно. Да, это правильный перевод. Тарею от слова арах. Плохо. Да. Совершенно верно. Спасибо. Я тут. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Ну, мы понимаем, что что-то у вас с интернетом, да? Ну, другие проблемы были. Ну, другие проблемы были. Ла- kleхэм рак ла-нашым гаэль аль таштасу адаварки аль кэн бау бецель коратьи. Коратьи, да, верно. Вот, пожалуйста, мне два... У меня две дочери, которые не знали мужчины, Йо-Ци-А, я выведу, тут ют, да, корневая, я выведу. Да, ют, корневая, выпадает. Не делайте вещи, ибо пришли в тень. Внимание, кора – это балка, кора-Ти – это балка крыши. Ну, под всей моей крышей, как бы, да, получается. Вот, совершенно верно. Цель – это тень, да? Это тень, да. А кора – это не просто крыша, а балка, которая держит крышу, да? Корат-Гаг, Тахат-Корат-Гаг-Ахат – это, например, под одной крышей. Имеется в виду крыша, но говорится именно слово кора. Я, собственно говоря, не знаю по-русски, что такое под сенью, то, сень – это что такое? Ну, это имеется в виду тень, наверное, цель – это тень, да? А, да, Людмила, ну, вы вряд ли занимались строительством, да? Но представляете себе домик с двускатной крышей, да? Он строится примерно так – горизонтальная балка, да? И к ней приделаются балки наклонные, а на них уже кладется какое-то покрытие, допустим, черепица. И вот эта вот балка, она держит всю крышу. Вот она и называется словом кора. Кора-Ти – это моя балка, да? Кора с третьим хей, да? Да-да-да, да. Как поется, под балкой дома моего. А цель все-таки это именно… Да-да-да, цель – это тень всегда. Ну, в общем, я действительно, я тоже обратил внимание, что под сенью не очень понятно, слово это не используется в современном языке, но я так понимаю, что… Сень сказано, что это какой-то крона деревьев или что-то такое, образующее шатер, да. Крон или ветви, образующий полок, шатер и укрытие. Ну что же, Мила. Спасибо. Да, спасибо вам, Людмила. Так, теперь, наверное, снова я, да? Нет, у нас шушу. Конечно, конечно, конечно. Ви умру, геш аэле, ва я умру, а ехат, ба лагур в ишпот шофе тата, на рам, мгем, ве ипцеру баиш болот меот, ва икшу, липшбор, липшбор, адэлет, да. Слушай, это хороший знак, вам досталась снова очень сложная фраза. Ва я умру. И сказали, теперь. Геш, буквально это лагешет, ступай, да, а гал, а дальше. То есть, буквально пошел вон. Пошел, да, и сказали, как это аэхан, ба, лагур, это кто? Одинственный, один. Один пришел жить, некто пришел жить. Это не говорят про него, про лота. Он же не местный. Да. Ну, как бы вот кое-кто пришел жить и судит, что ли? Да. А та через аэнсей час. А сейчас он уже судит. А сейчас он уже судит. Кто ты такой, чтобы нас судить? Ты даже не местный, ты не знаешь местный. Обычай нравы. Нара. Ра – это плохо. Здесь глагол. То есть, мы сделаем плохо лха. Мехем. Да. Мы тебе сделаем от них. Как-то так звучит. Да, как-то вот так. Да. Ба-и-ф-ц-у-ба-иш. Так, хорошее слово. Сейчас я попробую посмотреть в словаре. Ну, ишь, понятно, как бы в человеке. Человек, да. И кто такой был? Ма-от. Ма-от очень. Подождите, какое-то слово мы искали. Серу. Синвур у меня было, да? Минуточку. Нет, нет, нет. Ва-и-ф-ци-ру. А-а-а, это слово, по-моему, было у нас, да? Для него? Подище, по-моему. Нет, нет, нет. Это слово. Гимель и в царь. Ва-и-ф-царь, да. И что это значит? Точно, это у нас в Гимел было. Так. Говорил, что такое. Сейчас я посмотрю, да. Упрашивал их очень. Сильно просить, уговаривать, уговаривать, упрашивать. Да. Где-то упрашивали, так, человека, ну, боишь. Да. Болот. Вот это вот болот. Вот тут непонятная конструкция, да? Упрашивали в человеке в лоте. В лоте. Лота, да. Упрашивали лота изо всех сил. Не знаю, как это. Так, ладно. Хорошо. Где у нас? Ну, раз они угрожали ему, вряд ли бы они стали... Его же упрашивать, да? Прошивать, да. Ва-и-ф-шу. И приступили буквально, подступили. Лишь борга делит. Это ломать дверь. Может быть, имеется в виду, домогались они вот тех людей, которые у него остановились. Домогались они тех его гостей. От тех людей изо всех сил они у него выпрашивали и даже... Да, наверное, вот так. Да, да. Наверное, смысл в этом. Да, да, да. Похоже, что так. Да, спасибо, Шуша. Очень, очень правильно. И получилось, что вот после меот и приступили ломать дверь? Да, да, да. Или подступили. Лакешет – это выдвинуться, выделиться. Да, Ва-и-гаш – это название одной из недельных глав, как вы помните. И выступил вперед его, да. Там корневая нун, да, первая? А? Первая корневая нун, там нагаш. Да, нагаш. Лакешет. Да, там нагаш, лакешет. Да. Выпадает с замещением тава в конце. Ва-и-ф-шу, да. Интересная история. Я маленькое отступление сделаю в моем городе много лет назад. Один из преподавателей Ивлита был совершенно русский человек. Но, опять же, я вас могу отослать к интернету. На сей раз к рассказу Дины Рубиной. Там он выведен под именем Пети Черноусова. То есть вы можете нагуглить именно по этим двум фамилиям Рубина и Пети Черноусов. На самом деле... Я ссылочку потом, если найду Киноридору. Спасибо. Если найду Киноридору. Я намекал на то, что Анна сделает эту работу. Так вот, он, впрочем, как и я, изучал Иврит по Кумашу и Мишне. Поэтому Иврит у него такой был достаточно архаичный и тяжеловесный. И вот одна молодая девушка из нашего города, которая изучала Иврит у него, приехала в Израиль. И когда кто-то из местных попытался к ней приставать, она отшила его вот именно этими словами. Геш-ха-ла. Он совершенно обалдел. Что, в общем-то, многие юные девушки могут взять на вооружение. Это действует. Проверено. Спасибо. Так, мы перевели, мы перевели Тед, да? До Юда дошли. До Юда, так. То есть, это перевести, иди отсюда, как бы, да? Да, да, да. Он заступался, но там они даже комментарии на счет этого есть, очень интересные. Там сказано, иди, но как бы подойди, подойди отсюда. Вот так получилось буквально. Подойди отсюда буквально. Подступи отсюда. То есть, подойди подальше отсюда, получается, буквально. Ступай. Ступай. Ну да, ну да, в переносном, да, пошел вон. Ну, буквально, получается, подойди отсюда. То есть, держись подальше, держись подальше. Держись подальше. Иди отсюда. Ага. Так. Так. Чудесно. Юд чей? Подождите-ка, Людмила читала, Шушана читала. Значит, вы теперь у нас. Юд. Хорошо. И послали люди, это имеется в виду ангелы, которые выглядели как люди, я дам руки их, и вывели, внесли, привели лота к ним, в дом, внутрь дома. Лот стоял снаружи, закрыв дверь за спиной, и дверь закрыли. Вот такая ситуация. Так, Ют, Алев, Анна, прошу вас. Так. Прекрасно, да. Людей, которые у входа, которые входа в дом буквально, побили, поразили. Санаверим, савер, это ослеплением. Ослепление временное, которое бывает от яркой вспышки света. Саверим как ивер, ивер, это слепое. Ивер, это другое слово. Сандер. Да, ну, Сандер. Хорошо. Так, и от малого до великого. Так, так что... Ну, тут сказано перевод, перевод, как... Они мучились, ища выход. Вот это слово что-то я пропустил. Надо было бы его найти. Страдали. Как-то вот так, да? Лимцо найти. А как же они искали выход, если они и так снаружи были? Вот я не очень понимаю. Имеется в виду, наверное, вход. То есть они по-прежнему пытались нащупать эту дверь, чтобы ее выломать, несмотря на то, что они ее и видеть не могли. Я представляю так. Петах – это имеется в виду вход в дом. Да, я думаю так. А вот это «Ваилу» – это что получается? Вот это? Поднялись? Мучились? Нет, нет, я не посмотрел. Если кто-то сейчас заглянет в словарь в Ирис и попробует найти, это будет нам кстати. Спасибо. Она написала «Ил-У» – это утомлять надоедать. Вот они пишут. А какой корень? А тут получается, сейчас скажу. Юр-Лам-Эт-Алев. Хэй-Лам-Эт-Алев. Хэл-А. 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 Да, интересно. Я ссылку кинула там в группу. Спасибо. Спасибо, спасибо. Лемцога. Петах. Сейчас могу еще сюда кинуть, если кому интересно будет. Спасибо, дорогие. А, в чат, да? Шушан, Шушана говорит, у нее нету телеграмма. Телеграмма. Ну, я за виду поработаю. Да, теперь. Ага. И слава. Так, поняла. Так. Прелестно. Так, наверное, Тимофей сейчас. Да. Да. Юр-Лам-Эт-Алев. Ва-Юмру. Ган-Аш-Им Эль-Лот. О-Д-Милеха по хатан Уб-Н-Банеха. Уб-Нот-Эха вахоль ашет льха ба-Ир хо-Цэ-Мин-А-Маком. О-О-О. Переводим. Хатан, это может быть жених, а может быть дядь. Скорее всего, дядь. Потому что Медраж говорит, что две старшие дочери были замужние, а две младшие, вот о них, было упомянуто только, что были еще не замужними. У-Ва-Неха и сыновья твои, у-Вно-Теха и дочери твои. Дочери твои и все, которые у тебя в городе, выведи из места этого. Да. Спасибо. Да, Анна, я принял. Так. Да, понятно. Так. Спасибо, Тимофей, все правильно. Теперь Людмила, да? Югим. Ки Машхитим, аннахну, эт хамаком, азе, ки гадула, цааката, цаакатам, этне Ашем, ва, ешле хэ, яш лэхэну, ва еш лэхэну… Ибо это место мы уничтожаем, ибо возрос крик к лицу Всевышнего и послали они... Ваишлахену послал наш Всевышний для уничтожения города, видимо. Хотя там тут место, но женский род, видимо. Женский род, да. Местность эта состояла из пяти городов, как мы знаем из рассказа об Аврааме, как он упрошел Всевышнего. А почему ее? Почему тогда вот это Кейли-Концесс? Ну вот Саака, может быть Саака, но это вряд ли. Крик. Так уничтожение ее не крика же? Ну, конечно, нет. Ну, может быть, под словом... Да, впрочем, не знаю. А Макома – это мужской род 100%. Конечно, конечно. Конечно. Ее. Может быть, действительно имеется в виду города, подразумевается, город женского рода. Но здесь не один город, здесь пять городов. Да, не обращал внимания, правда, любопытно. Так, спасибо, Людмила. Давайте движемся дальше. Шоша, наверное, Юд. Далее-то, да? Далее-то, да? Веца лот ва Йедабер, ай-катанав, кухэй, бенатав. Локэхэй вно-таву, да? Хэй вно-тав, ва Ямар, куму, цэу, Мин Амаком Азэ, ки мэшхід, ки... Хэшэм. Хэшэм, так, чыда, хэшэм, кэн. Эд Айр, вэн хи... Хи... И то дальше... Кэмецахат бэйней абэна... Бэйнев хатанав. Хатанав, да. Так, да, ва Йеце лот. Вышел, входит. Да, вышел лот. Вышел лот и сказал, так, хатанав... И говорил, судя по всему, своим зятьям, зятьям его, да? И сказал зятьям... Которые локхэй бун-таву, которые взяли дочерей его. И сказал, поднимайтесь и выходите из места этого. Так, мэшхід. Мэшхід уничтожает. Так как уничтожает бог город. Вайги – это и был. Ки мэцахэк. Цехок смех. Мэцахэк. Как это сказать? Смеется. Смеется, да. Или смеется. В данном случае мы понимаем, как шутит. Как шутящий. Бэйней хатанав. Это он шутит, да, в глазах своих зятьях. То есть зятья смотрели на него, как на большого шутника. С юмором наш, тесть. Наверное, так. Были они неплохо упакованы, очевидно, в этом месте. И не хотелось им думать, что все кончено. Увы. Так, спасибо, спасибо, Шоша, все правильно. Так, Людмила после Шоши, да? Нет, Людмила до, наоборот. Сейчас вы. То есть я после Шоши уже я. Я вам написала очередь. Да, да, да. Я закрыл сейчас, да? Я читаю те два. Ухмо га шаха ала ва я ицу га малакхин белот леймор. Кум, как эт иштеха, ве эт штей внотеха, а нимцаот, пен тисапе, ба авон а ир. И кмо – это буквально как, но здесь в смысле когда. Шахар, слово шахар, несмотря на то, что оно явно ростное, слово шахор черный, здесь имеется в виду рассвет. Представьте, что вот этот корень имеет два противоположных значения. И когда поднялся рассвет, то есть когда рассвело, ва я ицу а малакхин. Вот тут я, кажется, это слово я тоже пропустил. Ва ицу а малакхин болот. Это не от слова этца, потому что там аин, но от какого слова я затрудняюсь. Кто-то может посмотреть перевод, да? Какое слово? Ва я ицу. Юн алиф сади, наверное, корень. Значит, ангелы лота, говоря, Кум, вставай, как эт иштеха, возьми жену свою и двух дочерей твоих, а нимцаот. Немца – это находиться, находящихся. То есть тех, которые находятся с тобою. Что там было с остальными членами семьи? Ну, понятно, что они погибли, но, очевидно, они, судя по всему, они не находились здесь, рядом с лотом. Сейчас посмотрю я, что нам дает словарь. Лиспот – погибнуть, да? Чтобы не погибнуть. Баавон – это грех. В грехе города. То есть, чтобы не погибнуть вам вместе с городом, который будет наказан за грех. Да? Вот так. Пет, Зайн, Анна, вы пока с нами, да? Еще пока, да. Вот сейчас уже ухожу на ухожу. Понятно. Так. А он медлил, он медлил. И поскольку он медлил лот, и тогда я хозяйку, видимо, схватились хозяйки. Как хозяйка, наверное, хозяйка, может, укреплять что-то, да? Да, хозяйка – это сильная. Тогда схватили эти люди. Махдик – это держать, да? Да, я думаю. За руку его, за руку его, и руку жены его, и руки двух дочерей. Да, по милости, по милости Всевышнего к нему. И вывели его, и янугу, оставили его на выходе из города. Вне города, да, совершенно верно. По поводу слова «ваид махмах», да, мы слышали его, очевидно, в 12-м. Хотя он медлил, хотя он медлил, все равно, что я буду его ждать. Да, да, совершенно верно. Тут стоит очень редкая такая огласовка в тексте. Не огласовка, извините, а знак кантиляции, который показывает, с каким мотивом надо спеть вот это вот слово. Действительно, его растягивают на несколько нот. Так, и слово «хэмла», да, это то слово, которое встречается в моде «они». Да, «бехэмла» раба ему на пеха, милосердие милос, да. Так, спасибо, Анна, после Анны Тимофей, Юдзайн. Юдзайн. Да, вот слово «хэмлит» означает рожать. Что происходит в природах. Плод выходит из чрева, да. И Раши показывает, что это слово, родственное слово «выскальзывать». Выскальзывать, да. И показывает он несколько примеров, где это слово дается значение «освободиться». Так, а остальное, в основном, понятно, я надеюсь, да? Да, наверное. Да, пробуем. И было при выходе их наружу, охуца, и сказал «хэмлит». Это… Ускальзай, убегай. Выскать его. Ускальзай для души твоей. Спасай свою душу. Смысл, да? Да. Аль-Та-Бит, не споглядывайся за собой. Не гляди, да. Да, не гляди за собой. Да, Аль-Та-Амод и не останавливайся по всей… Кикар – это буквально площадь, да. Да, в данном случае, наверное, по всей долине. Агара – это по направлению гор, в горы. Да, в гору, да. Гималет. Беги, исчезай, да. Смывайся. Пентисапе. Чтобы не был уничтожен, как-то вот так, да. Тисапе только что мы переводили, да. Чтобы не погибнуть, да. Чтобы ты не погиб. Да. Угу, 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 угу. Да. Ага, счастливо. Так, спасибо. Да, все правильно. Пентисапе. После Тимофея, вот есть у меня очередность, Людмила. Да, Людмила, просим. Во йомар лот алехам аль на Адонай. Угу. И сказал лот… Им, эм, алей, 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 как элей, к ним. Аль на, аль – это отрицание, на. Адонай – это просьба. Адонай – это господа мои, да. Пожалуйста, нет, мои господа. То есть что-то вот так. Да, верно. Спасибо, Людмила, все правильно. Так, Шуша, ютет. Так, хіне на мацавдэха хан. Хэн. Хэн. Бэйнейхам ва… Так, дэль? Да. Хаздэха. Ашэр… Ашэр? Асіляхам. Імаді. 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 Лі ахайот эт навши. Ве анохі ло ухаль лі гі малет ахарам… Ахарам. 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 Ве мати. Ва мати. Ва мати. Да, совершенно верно. Шуша, давайте попробуем вместе. Хэн. Хэнэ на мацавдэха хэн. Хэн. Хэнэ. Вышел? Нет. Вот, нет, нет. На – это, пожалуйста. Мацавдэха нашел. Вот, пожалуйста. Нашел. Нашел. Это кто? Раб? Нет. Раб – твой слуга. Ваш, да. Хэн. Хэн. Хэн – симпатия. Мацавдэхэн – это, значит, как бы понравилось. Понравилось. Мацавдэйн бэйнайн. Вот это что-то. Ве эйнейха – в глазах твоих. В глазах твоих. Так. Ве… Ватагдэль хасдэха. Выросла милость. Хэсэдэлха. Да. Выросла, умножилась милость твоя. Ашэр Асита имады. Вторую сделал. Так. Имады – это со мною. То есть сделал мне. Сделал мне. Так. Ле… Ахайота слухай. Живым душем, как бы, живущим. Чтобы оживить душу мою. Буквально так. Чтобы… Навши. Навши, да. Навши, да. Анухи – это я, вроде как. Совершенно. Не смогу… Ле… Ле… Убежать буквально. Убежать. Свободиться. Вернуться. Ахара. Я не знаю. В гору. Хар. Да. Ахара – это как ле-ар, да. В гору. Пен. 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 Чтобы не. Чтобы не. Тид. Тид. Ба-кени. Ле-ад-бик. Девек. Девек – клей, да. 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 Гид-бик – это приклеиться, да. Примазаться. Да. Ара-а. Да. Чтобы не примазалось… Не примазалось… Не замазало меня, наверное. Так. Ара-а. Так. Вот. Ама. Чтобы не приклеилось ко мне зло, да. Ва-мати. Как мэт, да. Мертвый. Мертвый. Вот это. Да. И умру я, да. То есть, чтобы не было такого, что зло меня коснется, запачкает меня, и я умру. Умру. Спасибо, Шуша. Скажите, пожалуйста, вот анохи, я слышала, что и в современном аврите, да, употребляется, но как-то… Редко, ну да. Да, 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 да. Чтобы подчеркнуть, это именно я, а не кто-то другой. Ну, это не только к Всевышнему. Мне просто говорили, что именно в современном как-то только к Всевышнему. Я вот это не очень поняла. Я не думаю так. Я действительно не помню, чтобы я слышал, чтобы человек о себе говорил анохи. Но, в принципе, это возможно. От слова анохи, например, образовано слово анохист, то есть… Как это сказать? Эгоист? Эгоист, да. Интересно, спасибо. Анохиют, эгоизм, да? Да, 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 да. Да. Есть интересный комментарий не к этому месту. Когда Эйсав прибежал с охоты, он сказал, дай мне, налей мне красного-красного этого киаев анохи. Он тоже о себе сказал анохи. И вот есть хасидский комментарий, что покуда бегать, стрелять, ловить добычу, на этом у меня силы есть, но как только дело касается анохи, а это первое слово в десяти речениях, да, анохи ашималу кеха, как только дело касается обязанностей человека, заповеди митцвот, так аев анохи. Ну вот, такой комментарий. Да, спасибо. Я маленькое замечание сделаю. Шоша прочитала, в принципе, все правильно. Небольшие были ошибки в чтении огласовок. Я не исправляю ошибки, которые не влияют на понимание. То есть, если вы видите, что, если вы слышите, то человек читает как-то не совсем правильно, но я его не поправляю, пожалуйста, не надо поправлять. А как я научусь тогда правильно? Нет, ну вы будьте внимательны. Либо делайте такие ошибки, которые, да, влияют на понимание. Тогда я буду вас исправлять сам. И просто очень сложно, не всегда знаешь сто процентов и думаешь, это вот человек правильно, неправильно прочитал или ты просто неправильно знаешь. Есть определенные законы, когда читают Тору по свитку к синагоге, когда исправляют, когда не исправляют. К сожалению, в Израиле принято исправлять, даже если ошибка незначительная, не влияет. Вот с ударением у меня проблема. Мне вот кажется, например, Шоша так прочитала, мне казалось по-другому, но я не уверена. Если вы не исправили, я так, получается… Если речи вам нет, то я, скорее всего, косячу. Я сама честно признаюсь, это так. Шоша вам простительно. Ну хорошо, если вы просите меня исправлять даже несущественные ошибки, просто чтобы не смущать вас. Ладно, можно и так. Так, после Шуши снова я. И сказал… Здесь вот интересно, что как и в рассказе об ангелах у Авраама, чередуется множественное число и единственное число. Вроде бы этих ангелов было двое, но здесь разговор идет в единственном числе. То есть, очевидно, это ангел Гавриэль, задание которого уничтожить всю эту округу. «И сказал ему, вот носат и панеха». То есть, носат буквально поднял. Носат – аним – это обратил лицо. То есть, обратил внимание. Обратил внимание. Есть выражение, что Всевышний нелицеприятен. То есть, у него нет любимчиков. И вот здесь используется то же самое слово. И вот здесь, ну, значит, вот я прислушался к тебе, да, я слышу твою просьбу. Вот такой смысл. И также в отношении этого дела. Чтобы не перевернуть город, чтобы не уничтожить некий город. Какой? Ашер Дибарта, о котором ты говорил. Да? Сейчас мы увидим, что там дальше. После меня должна быть Анна, но Анна нас покинула, принеся извинения. Поэтому микрофон переходит к Тимофею. Кавбет, пожалуйста, Тимофей. Кавбет. 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 Переводим. Потропись, убежать туда. Потому что не смогу сделать что-либо, пока не придешь туда. До прихода твоего туда. Да, до прихода твоего туда. Поэтому называют город этот именем Цоар. А в чем тут смысл? Цоар, Цаир – это молодой, юный. Да? То есть этот город был основан позже других. Он действительно молодой. И люди там еще не успели столько нагрешить, как в других местах. Да, верно. Спасибо, Тимофей. После Тимофея Людмила Кавбет. Людмила, вы с нами? Вы меня слышите? Да, слышим. Солнце вышло на страну. Над землею, Арец. Где земля? Взошло. Да, просто вроде для солнца там какой-то другой глагол обычно, по-моему. Да, есть другой глагол. Илот пришел… Да, в Цоар. Название города. Да, вот в этот город Цоар. Да, да, верно. Спасибо, Людмила, все правильно. Так, Шуша, пожалуйста, Кавдалет. Да. Сначала, вот это вот как мы читаем первое слово? Ва Ашем или Ва Адунай. Разрешается читать имя Всевышнего, как мы его произносим в молитвах и в чтении Торы, поскольку мы не просто читаем, а изучаем. Да. Чтобы не переборщить. Ва Ашем Хим Матир Аль Сдом В Аль Амора Гафорит Ва Аш Мехет Мет Ашем Мин А Шмайм. Да, и Всевышний, и Матир. Знаете слово? Узнали вы его? Слово Матар, Дортик. То есть пролил дождем. Пролил нас дом и на Амору. Гофрит – это сера. И эш – огонь, ну, пламя. Мэтт – от. От Господа, от небес. С небес, да, да, верно. Да, спасибо, Шуша, теперь я. Получается, из пяти только на два города пролил, да? Почему? А, тут назван из дома и Амора. Я помню, что вот этот город Цоар был пощажен, значит, очевидно, четыре города, но тут вот названы два как главные в этой округе. Я так понимаю, что так. И переверну города. Обратите внимание, что артикль здесь имеет огласовку сегол, три точки. Не А, А, Э, Э, Арим. Эти, Эль как Эль, как Эле, Элу. И всю округу, всю местность Кикар, буквально площадь, имеется в виду всю долину. И всех сидящих, то есть жителей городов, самах – это буквально расцвела А, Адама, земля. Почему здесь использован глагол расцвела, когда речь идет, наоборот, о уничтожении? Я могу представить себе просто вот изменение внешнего вида этой земли. Ну, мне так кажется. Если кто-то посмотрит в перевод, который дается на русский язык, и скажет мне, как там переверну слово «цамах», чтобы сохранить оригинальный глагол, я думаю, что это не помешает. А вот интересно, что не «цамах», а «цамах», там вот… А «цамах», ага, «цамах». Прошу прощения. Это как растительность переводят тут. Растительность земли. Да, да. «цамах», а «дама». «цамах», а «дама». То есть как будто это не… Извините, я все, да-да-да, это я перепутал. Он уничтожил города и жители этих городов, и растительность земли. Вот как. То есть это не глагол «осуществительный цамах». Конечно, конечно, извините. Да, понятно. Теперь «кавав» – это был я, значит, теперь Тимофей, да? Да. «Кавав». «Кавав». «Ватабет и что, не ахарав, ватеги не цив мелах». И бросила взгляд, глянулась жена его за собой. Назад, да. Да, назад. И стала не цив статуей соляной. Наверное, так, да. Обычно, говорят, столбом в мелах. Да. С соляным столбом, да. Да, есть такой выступ на горе, который показывают приезжающим туристам, говорят, что вот это жена лота. Но, правда, размер там не человека, а существенно больше. Да, спасибо, Тимофей. И теперь Людмила Хавзайн, да? Я посмотрю, сколько у нас осталось. Мы можем успеть, если мы не будем мешкать, да? Ваяшкем, да? Ваяшкем Авраам Бабокер Эль-Хамаком Ашер Амад Шам Эт Пне Ашем. И встал рано утром Авраам к этому месту, которое встало там. Амад Шам стоит там. Я имею в виду Авраам, да? Перед Всевышним. Да, да, это так. Что-то не очень поняла. Вот это Яшкем, это вставать рано, да? Да, 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 буквально так. То есть он встал рано и встал перед Всевышним, то есть встал молиться? К месту, которое стоит там, перед лицом Бога. Или пришел туда как бы. Мне казалось, что в переводе там слово «взглянул». Но почему так? Да, Лэшкин, но это им нужно встать. Да, надо посмотреть комментарии. Весьма любопытно. Да? Хорошо, спасибо. Так, после Людмилы Шуша берет. Берет. Да. Ва, я шокев. Альпны с дом в Альколь пне, а арец, а кебар, нет. А кикар. Ва, я ра. Ва, я ра. Ва, я ра. Однокоряное слово «мешкафай» – очки. И взглянул, и посмотрел. Отсюда я помню это слово, наверное, здесь. Да, альпный с дом. Как бы на с дом, на лицо с домом, на каморы, на все лицо земли, площади. И вот, как это, Аллах, Китор. Аллах поднимается, Китор – это дым, дым пар. Поднимается дым от земли, наверное. Да. Как дым от Кившан – это огненная печь. Слово Кившан используется в рассказе про Авраама, как бросили его огненную печь. В Торе этого нет, говорит Медраж. Это первое испытание Авраама. Да, совершенно верно. После Шуши читаю я. Давайте, чтобы нам успеть, я возьму всю остальную часть до конца главы, чтобы нам ее закончить. И было при уничтожении Всевышнего городов окрестностей площадей. Эл-О-Кин означает Всевышнего как строгого, но справедливого судью. Вспомнил Авраама и послал Лота из Га-А-А-Феха, из буквально переворачивая Мако, из того, что он уничтожал, переворачивая Ба-А-Феха, при переворачивании буквально городов, которые сидел в них Лот. Лот, как известно, был в одном из городов, но тем не менее, значит, Медраж говорит, что он был инфраунд судьей за свои уникальные качества, за которые, в общем-то, судьи в Израиле и сейчас избирают. И думаю, что этот суд касался всех пяти городов. То есть, если дело было у жителей другого соседнего города, они приходили садиться к Лоту. Ну, это вот мое мнение. Кто говорит в комментарии, посмотрите. И поднялся Лот из Цоара, как мы помним, это город, и буквально поселился, сел на горе, и две дочери с ним, потому что я, Ре, испугался оставаться, сидеть в Цоре, и сидел в пещере он и две дочери его. И сказала старшая, тот же корень, что в слове «бехор» первенец, но «бехор» это именно сын. А здесь речь идет о младших дочерях, то есть та, которая была не последняя, а предпоследняя, сказала о нации той, которая циира, той, которая младше из них двоих. Отец наш старый, и нет мужчины в земле, то есть комментарий говорит, что решили они, что снова Всевышний уничтожил все человечество, и только мы остались. «Прийти к нам, как принято во всей земле». Ламедбет. Леха нашке эт авину яин. В нишке ва имо ун хае ме авину зара. Пойдем и напоим. Машке – это напиток нашего отца вином. В нишке ва имо. И ляжем с ним. И буквально приживем от слова «жизнь» на хае. От отца нашего потомства. Зера – это и семя, и потомство. Ваташкена эт авиген яин балайлагу. Ватаво абхира. Ватишкав эт авига. Вело яда б шихва ув кума. И напоили они, вот эта форма множественного числа женского рода, отца их вином, в ночь эту. И пришла старшая и легла с отцом. И не знал он, то есть отец, когда она легла и когда она встала. Ее буквально. Ложение и ее вставание. Ва иги ми мохорат. Слова это читается именно так. Ватомер абхира. Эль ха цира. Хэн шаха ти аймеш эт ави. Нашкену яин гамга лайла. Увои шихви айми. И извините, ему. Ун хае ме авину зара. И было на следующий день. И сказала старшая младшей. Вот лежала я вчера с отцом моим. Напоим вином также в ночь эту. И пойди ляг с ним. И мы наживем от отца нашего потомства. Ваташкена гамба лайла агу. Эт ави хэн яин. Ватакам ацира. Ватышкав имо. Вело яда ба шихва ув кума. И напоили также в ночь эту. Обратите внимание, что слово лайла. Хотя внешне выглядит как женского рода. Оно мужского рода. Насколько мне известно, это единственное слово, которое имеет окончание камац гэй. Но относится к мужскому роду. В ночь эту. Их отца вином. И стала младшая. И легла с ним. И не знал он, когда она легла и когда она стала. Ватагарна. Штэй банот лот. Мэ ави гэн. И буквально забеременели, зачали. Две дочери. Лота. От отца их. Ватэ лэ дгаб хирабен. Ватикрашмо муав. Гу ави муав адгайон. И родила старшая сына. И назвала ему имя муав. Что означает буквально от отца. Он отец муава, народа муав до дня сегодняшнего. Ва га цэйра гам ё ялда бэн. Ватикра шму бэн аммі. Гу ави бне аммон ад айрум. И младшая так же и она родила сына. И назвала имя ему бэн аммі. Сын народа моего. Он родоначальник, отец сынов аммоновых. То есть народа аммон до сегодняшнего дня. От родословия двух народов аммона и муава. Вот этим заканчивается девятнадцатый параграф. И мы завершаем наш замечательный урок. С тем, чтобы, надеюсь, через неделю разобрать параграф какой-нибудь из, наверное, следующей недельной главы. Всем спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожелания. Хороших новостей. Спасибо большое. Али вай, али вай, дай бог. И вам спасибо, что приходите. Приводите еще людей. Натан, спасибо тебе отдельно. С рот ту воду. Хороших новостей, как сказал Тиман. Бэн аммэ, дай бог. Всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо.